Покупаете в интернет-магазинах или заказываете билеты или гостиницы? Единственный кэшбэк-сервис без минимальной суммы для заказа и платящий за все покупки в Алиэкспресс, Wildberries, Yulmert, eBay и многих других магазинах, популярных и не только. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня у меня пришла посылочка, экшн-камера, опять пришла с GearBest. Давайте-ка откроем и посмотрим. Это очередная экшн-камера, которая умеет снимать 4К видео. Естественно, это все у нас маркетинг, хотя она намного лучше начинает снимать 4К, чем тот же самый Yeken, который мне приходил и тестировал. Хотя камера сама по себе за эти деньги неплохая, но 4К она, конечно, снимать не умеет нормально. Так, здесь у нас больше ничего, ничего. Смотрим. Смотрим. Так, сенсор от Sony, ну, возможно, 16 мегапикселей, 8 мегапикселей, 5 мегапикселей. А, это фотографирование. 4К, 24 фпс. Ну, в принципе, это уже неплохо. 2,5 кей, 30 фпс. Full HD, 60 фпс и 30 фпс. Ну, и 720 фпс, 120 фпс. Это уже хорошо достаточно. Так что, в принципе, 4К, 24 фпса. Наш глаз, как бы, комфортно смотреть, не помню, кажется, 26 фпс. Это предел, минимум. То есть, уже кадр, там, уже человеческий глаз замечает. Или 30 фпс, не помню точно конкретно, но 24 должно уже смотреться достаточно неплохо. Обязательно будет отдельное видео с 24 фпс на 4К. Как она снимает. Батарейка 1600, верится с трудом. 120 градусов на 170. Горизонтальность 120. Что-то непонятно, короче. MicroSD до 64 гигабайт. Очень хорошо. Ну, и всякие другие. Так, ну, камера. Батарейка 1600. Я считаю, что это очень неплохо. Да, и название этой камеры, забыл я вам сказать. Это у нас Firefly 6S. Вот. У Дениса Летникома была такая. Снимал он пару видео. И после этого я заинтересовался и купил. Но долго-долго шла. Что у нас здесь теперь? Стяжки. Вот такой тросик. Инструкция. Firefly 6S Wi-Fi. Героимидж стабилизатор и Sony Мегапиксель. Ну, в принципе, Sony камера, то есть сенсор от Sony я, в принципе, достаточно верен. Ну, тут, короче, очень много всяких разных. И кабель подзарядки. Почему не microSD, а miniSD? Ой, microUSB, а не miniUSB? Непонятно. Точно, блин. Почему не miniUSB, а не microUSB? Непонятно. Так, давайте-ка посмотрим саму камеру. Так, а вот, кстати, по мне закрывается не очень. Хотя, в принципе, все может быть прикольно, тоненько. Давайте-ка посмотрим от Xiaomi. Хотя не одинаковые, одинаковые. А вот кажется, как-то берешь, и такое ощущение, что чуть-чуть потоньше, но одинаковые. Кнопочки вот здесь вот по-другому. Здесь у нас зарядка, HDMI. А, это разъем под карту памяти. Тоже оригинально. Жалко, что нет крепления, как вот тут здесь. Ну, может быть, в принципе, это и неплохо. Это у нас, ну, не микрофон же. Ну, или динамика, или микрофон. Вот это прорези. Почему-то я не могу найти микрофон. А, вот они. Скорее всего, наверное. Ну, давайте-ка посмотрим, что у нас в батарейке. Батарейка пусто. Где у нас батарейка? Ищем батарейку. Ну, вот у нас и батарейка. А это что такое? Прикольно. Что это такое может быть? Даже непонятно. Я так понимаю, это какой-то... Для подзарядки. Вот так вот. Ну, а куда это выводится? Ну, куда-то, наверное, можно, типа, выводить, чтобы камера снимала намного-намного дольше. Такс, батарейка. Обязательно проверим, 1000 или 600 мАч, потому что, опять же, я сказал, что я сомневаюсь. Обязательно протестируем. И в обзорчике у нас будет 100% сколько у нас вошло хотя бы в эту камеру. О, уже включилось. Ну, скажу, что неплохо. Видео нет карточки, показывает уровень заряда, разрешение сразу. Это у нас фотографии, это видео. Тут же мы можем... Всякие другие показатели поменять. ИСО. Ага. А, вот она еще кнопочка. Настройки. Блин. Чувствую, лучше нужно ставить приложение. Таймлапс. Цикл. Авто. Авто он-ов. Вдр. Оф. Сайз 16 мегапикселей. Это, наверное, серийная съемка. Интервал. ИСО. ИСО у нас автоматически. Шайб у нас. Это качество, скорее всего. Цвета. Дата. ТВ-моды. Это у нас... Такс. Ремолф. Что-то непонятно. Гира. Гира тоже. Ух ты. Нужно почитать. Вай-фай. Включили. Пароль, я так понимаю. Угу. USB. USB. Пароль. Ага. Питание от USB. Формат. Default. Версия прошивки 2.2. Ну и остальное все у нас по кругу. Ну что же могу сказать, экранчик достаточно информативный, интересный сделан, ну как бы все такое интересное, нужно только брать и тестировать, скорее всего будут выходные, полетаем мы на квадрике, записываем 4К, нужно только найти где можно полетать, чтобы было покрасивее, хотелось бы в городе, но боюсь, что не получится в городе. И будем тестировать батарейку и делать обзорчик этой экшн-камеры, мне очень понравилось, на вид, достаточно стильная, достаточно интересная и приятная, плюс цена у нее тоже более чем интересная. Так что с вами был Сергей, подписывайтесь на мой видеоканал, ставьте палец вверх, ребята, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok